здравствуйте мои уважаемые слушатели я немножко здесь отдыхал целую почти неделю но на самом деле собирал материал по стерлядям труба зовет а там со многими черепно-мозговыми нервами огромное количество проблем но для этого я понятное дело ездил в саратов ну сейчас постараюсь компенсировать недостатки внимания моего к вам сегодняшний наш ролик как вы понимаете называется плесенючка но плесень это хорошо известное вам явление вот она покрывает сыр к сове сыр от этого не портится практически коем случае я в циничной форме под сомнительные взоры знакомых домашних я ее обычно съедаю ну и конечно сыр полезно украсить там физалисом например тоже очень обогащает вкус и оттеняет помидорчиками вырушены выращенными родном огороде но сегодня речь пойдет немножко о другом а плесенючки эволюционной что это за эволюционная плесень и что о чем это дело в том что как вы понимаете из моих роликов которые я неоднократно ссылался ими виду навозный указатель я имею ввиду ролик духовный мутуализм кстати говоря я вижу большую подвижку уже министр иностранных дел рпц поехал к папе римскому произошли соответствующие перестановки которые позволят соединить две церкви которые по недоразумению двух психопатов придурковатых разъединились таким образом я всячески за и очень рад что рпц в общем она идет на правильном пути по правильным пути хотя конечно как вы понимаете раскол неизбежен в этой ситуации потому что деньгами делиться местные служители не очень хотят по этой причине будем наблюдать это интересно почти залоги а сегодня речь пойдет о другом сегодня речь пойдет о плесени которые на самом деле резко утолщается на поверхности человечества ну как сыр ну вот ну посмотрите ну при этом говорят там вот придет вместо байдена трамп все будет это что вот этот вот который вот так делает показывая какой он шустрый и активный естественно надо понимать что и байден и камала харрис которые сказать вызывают некоторые беспокойства особенно у психиатров и сам трамп он они в общем ничем не отличаются кто это такие-то это назначенцы те самые которые исполняют некий набор ролей которые им предназначено ждать что они что-нибудь сделают самостоятельно это по меньшей мере наивно нет не сделают и система будет двигаться совсем по другим законам но вот эта плесень и и когда вызову если хотите съесть нормального сырка ее придется вот так как в начале ролика сейчас ножичком то почищать потому что если вы не будете обчищать плесенью чку то она может захватить весь срок и тогда постепенно содержание исчезнет вот чтобы содержание не исчезла нужно внимательно следить и его время ножичком счищать тогда все будет хорошо но сейчас из-за того что ситуация как бы очень активно развивается те кто сидит внутри во внутренней части с и ручкой они постепенно начинают проявляться и хотят поучаствовать в этом деле потому что назначенцы во первых глупы как пробки а во вторых не понимают своих задач которые хотя им много раз объясняли но непонимание как известно наказывать самым жестоким образом больше чем невыполнение потому что непонимание предполагает некую последовательность глупостей которую предвидеть невозможно поэтому с этим приходится особенно сурово бороться так вот толщина плесени непрерывно возрастает и поэтому возник момент когда ядро вынуждена защищаться от собственной плесени у которой производят надо сказать что плесень сама очень вкусно и здесь аналогии человечеством полная кстати говорят это возмущается тем что я что-то ем во время записи ролик пусть ведут на серьезные важные государственные каналы там как раз все для вас хорошо там прекрасные люди говорят чужие слова по бумажке или по подсказке и ведут себя соответственно в них распрямленные плечи свежие галстуки оловянные глаза и ощущение осинового кала которую мы загнали снизу вверх полный до головного мозга который быстрее всего отсутствует вот там и наслаждайтесь там там чем тем чем что вам так близко к сердцу вот пожалуйста что вы приходите на казан на канал издательство видео и здесь чего-то там чирикайте плесень кстати говоря это серьезные люди потому что они во первых ничего не понимают ведут себя как гетеротрофные животные потребляют все что может этого и отчет не себе не окружающим именно поэтому в америке произошли такие метаморфозы с этим смешным человеком илоном маска в чем дело-то была единственная надежда на илона маска настоящего пацифиста и гуманиста который должен был сделать что но не искусственный интеллект бог с ним он должен был вживить чип в мозг человека последний шанс я надеюсь у вас вам все понятно кому именно необходим был этот чип чтоб он так тик 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 и артикулировал желательно байден бы был прекрасным образцом представляете сидит илон маска и джойстиком пошел туда ваш рот открыл рот закрыл этот чип вживленный во все участки мозга сыграл бы прекрасную роль демократы бы победили представьте себе передается текст написанные лучшими литераторами сша в череп по проводу если там аккуратно провод провести через штанинку можно да и сейчас и на расстоянии можно спрятаться приемник передатчик маленький и он будет спокойно говорить такие тексты что там джек лондон закачается вот на что была надежда а возможность америке вырулить демократической партии спастись в живи они чип и в речевую область и в двигательномоторную то есть там надо как минимум два чипа было руками он может не шевелить а вот ходить и говорить обязательно дистанционное управление президентом который уже давным-давно напоминает биологический препарат было бы прекрасно и это открывал перспективы но к сожалению это не состоялось илон маск сбежал к трампу стал его поддерживать это конечно трагедия ну наука не всегда успевает за потребностями государства этого знаете так случается это надо немножко отметить сегодня у меня в разделе безнравственности коньяк марочный узбекистан к в семилетний произведено в республике узбекистан когда-то я начинал свою сомнительную историю именно с узбекистана именно свин пунктов на которых производится чудесный напиток и я могу сказать что это один из лучших напитков но с моей точки зрения я конечно не все коньяки в мире пил но пил их достаточно и регулярно чтобы оценить достижение этого изделия на это изделие действительно качественное но для того чтобы не нарушать не разлагать я прячу не дай бог увидят на ютубе американцы и скупят остатки но то что осталось от японцев в узбекистане нам опять ничего не достанется я по этому поводу немного переживаю и как раз вот этой плесенючкой богатой который бы надо и вшивать эти самые чипы управления в мозг и закушу и сейчас поясню почему почему вот эта плесенючка особенно хороша так что за вас уважаемые слушатели я надеюсь что вы отнесетесь ко мне с пониманием а тот кто недоволен тем что я делаю отправляйтесь туда где вас всегда ждут то есть за район засады за ваше здоровье узбекский коньяк налиты в хрустальную рюмочку из гуся хрустального прекрасно ну а закусочку то мы можем и публично даже разъесть так вот изумительный аромат я как-то кстати зашел в один из очень престижных магазинов москвы но там стоит как всегда лицо неизвестной национальности из-за мигрантов наших и вот таким ножом счищает вот эту плесенючку с прекрасного настоящего рокфора с большой головы я говорю что вы делаете она горит я горит очищаю сыр как это у вас здорово а можно мне очистка на весь и может дешевле что вы думаете это лицо пошло к начальству и начальство в этом элитном магазине сказала продавай за треть цены я был в восторге я купил килограмм рокфора в самой вкусной его части устроил праздник естественно в лаборатории как порядочный человек слава богу что не все в лаборатории это едят больше досталось так вот как вы видите плесенючка она на поверхности находится сыра и по этой причине там очень высокий метаболизм и очень высокий обмен и по этой простой причине тоже там самое происходит и с людьми которые которых нам выдают за содержание сыра то есть они снаружи покрывают прекрасный сыр плесенью это плесень у меня смогли какая гадость некоторые говорят но я так понимаю в чем дело и поэтому не возмущаюсь я наслаждаюсь вкусом но многие этого не понимают и виде там тоже камалу харрис думают ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой что же ты я тетенька ты такая у нас такие горячо любимый царство небесное михаил сергеевич гербачёв даду даду как известно по прозвищу который ничем не отличался и умудрился чирикнуть вот эту страну нашу замечательную назывался ссср поэтому я конечно когда меня спросу за кого я переживаю конечно за камалу харрис это будет прекрасная плесенючка на поверхности американского истеблишмента во-первых он полностью соответствует их пищеварительным наклонностью во вторых она точно загонит в америку в какой-нибудь канализации как собственно говоря и байда по этой причине тут расстраиваться особо нечего но уважаемые слушатели вы должны понимать что в сегодняшний момент когда у нас начинают острым ножичком счищать плесенючку мы у нас министерстве обороны и на западе ты вообще много иногда проглядывает содержимое она не всегда так красиво и также хорошо пахнет как должно но тем не менее будьте внимательны на самом деле информации более чем достаточно для умного человека чтобы понять что происходит а пока счищают плесень будьте внимательны осторожны потому что в этой ситуации обостряются не только вкусовые но и социальные противоречия также финанс не доверяйте изменениям которые вам сказать навязывают искусственно будьте предельно осторожны тогда все будет хорошо и когда я надеюсь мы сновь подружимся с узбекским коньяком который с моей точки зрения прекрасен есть еще более выдержанные сорта но они профессора недоступны ну я надеюсь мы изменим ситуацию и все будет очень хорошо как и в советские времена на этом а с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения внимание особенно к тому что оказывается под плесенью которую сейчас социальном плане начинают активно срезать она очень богатая вспомнить 11 миллиардов или триллионов сколько там без счета в общем эшелонами которые куда-то пропали в министерстве обороны также точно пропадает в министерстве обороны сша и в других странах ничего не меняется все остается по-прежнему но за всем за этим как вы понимаете требуется небольшой присмотр потому что иногда вот эти самые назначенцы исполнители как бы вам так сказать по простому очень сильно борзеют и их приходится приводить в божий вид иногда всякими достаточно суровыми приемами конечно уже в прошлом трехэтажные виселицы испанский сапожок ну и прочие всякие простейшие штучки типа колл с каленые щипцы и прочие всякие неприятности но эволюция человечества идет наук развивается у нас есть и другие приемы менее зверские но зато намного более действенные будем надеяться что это будет интересно поучительно и самое главное благоприятно для совсем простого населения то есть то которое имеет дурную привычку работать и которого не всегда даже за это платят за вас уважаемые слушатели хорошего настроения и приятных осенних развлечений до свидания